Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Мы сегодня с вами третий раз за год будем обсуждать тему бывших официальных представителей, дистрибьюторов, дилеров по брендам смазочных материалов, которые производятся в США и Европе. Об этом мы уже говорили полноценно два раза, но многие люди до сих пор продолжают не врубаться в ситуацию, не понимают, что это все значит и как это все воспринимать. Давайте попытаемся еще раз объяснить более доступно. В общем, компании, которые производят смазочные материалы, находятся при этом в США и Европе, они сейчас находятся конечно же под политическим и экономическим давлением структур, которые следят за тем, чтобы отношения с Россией минимизировать. Поэтому, если вы находитесь в Европе и США и производите смазочные материалы, то продавать в России их не то чтобы не Камильфо, это даже экономически нецелесообразно в некоторых случаях, потому что в этих странах, конечно же, есть рычаги экономического и политического влияния на такие структуры. И зачастую риски, которые несут эти организации, признавая то, что они официально поставляют продукцию России, смазочные материалы, они гораздо больше, чем та прибыль, которую организации получают от продажи продукции в Россию. Поэтому многие структуры крупные, супер-мейджеры, все абсолютно без исключения, это и Royal Dutch Shell, и Total Energy, и BP, все абсолютно супер-менеджеры, они даже с сайтов официальных убрали Россию как страну, в которой они поставляют продукцию. Там после какой-нибудь Румынии сразу идет Саудовская Аравия, России вообще нету якобы. Структуры поменьше, они повели себя более корректно, но тем не менее сайты представителей европейских многих брендов у нас в России не обновляются уже по пару-тройку лет, ну не тройку, вернее, по полтора-два года примерно не обновляются, потому что, собственно говоря, они типа есть, эти сайты российские бренды, российские сайты, вернее, бренды, которые находятся в Европе и США, но они якобы не работают, типа они висят, но не работают. Вот, поэтому, конечно же, те люди, которые не понимают этой ситуации, но мне печально то, что таких простых вещей не могут люди понять, почему представители, бывшие дистрибьюторы заявляют о том, что они являются до сих пор официально представителями. Вот представьте себе, была компания, которая занималась дистрибьюцией какого-нибудь известного европейского бренда, мы даже отбросим в сторону супер-менеджеров, с них все понятно, там даже когда Shell уходил, к примеру Shell, когда уходил из России, мало того, что они с заводом там научились этим торжком, так еще и они заставили всех представителей, дистрибьюторов, дилеров по России уничтожить все постматериалы, не просто их как бы там, ну не раздавать что-то, всякие шелфтокеры, всякие бумажки и так далее, а просто уничтожить. Было письмо официальное, я показывал, помните, там был приказ, ну как бы приказ, типа приказ уничтожить все смазочные материалы, все постматериалы рекламные, которые были связаны с Shell. Представляете, до такого доходило идиотизма. Вот, что же говорить про Селомобил и так далее. Вот, более мелкие структуры, они появились там более спокойно, но тем не менее. Короче говоря, ситуация такая, что официально признавать это никто не хочет в Европе и США, то они поставляют работать с Россией. Можно я сматерюсь маленько? Есть некоторые такие прям залупочесные бренды, которые и раньше-то к Европе никакого отношения не имели и к США, которых много на самом деле, в России продавалось и сейчас они до сих пор есть, которые заявляют о том, что они являются официальным представителем до сих пор какого-то бренда, который делается в Европе и США. Но на поверку эти бренды, эти сайты, это все полная лажа, никакого отношения ни к Европе, ни к США они не имеют, они работают либо там через какие-то самые-самые там странные отсталые европейские, типа Польша там и так далее, с Россией, либо там Литва, там Латвия и т.д. и т.п. В общем, они по сути дела никакого отношения к Европе большой не имеют и вообще как бы к ней, далеки от нее абсолютно. Вот такие залупочесные, еще раз подчеркну, бренды, они существуют и существовали и будут продолжать существовать. Их продвигают там, мотивируя тем, что они являются официальным представителем европейских брендов. Но это бренды, которые мы в расчет брать не будем сейчас, потому что это вся хрень эта полная. Таких брендов много. Что касается брендов европейских больших, действительно на самом деле европейских, на самом деле таких, которые там в Европе знают все, знакомые со всеми и так далее. Эти бренды, к сожалению, вот такая ситуация. Я побывал за последние полгода у многих представителей, дистрибьюторов крупных брендов европейских. Я с ними лично со многими знаком, вы наверняка видели многие интервью. Штаты остались в России большие, у дистрибьюторов бывших по брендам европейским, их нужно кормить, этот штат. Вот, соответственно, они занялись другими брендами какими-то, да, и, соответственно, пытаются возить параллельно свой бренд, которым занимались раньше, но параллельно, неофициально. Это две разные вещи абсолютно, потому что возить параллельно может любая структура абсолютная, при этом не являясь официальным представителем либо дистрибьютором. То, что ушли дистрибьюторы, официальные представители брендов в России, из России, вернее, это очень плохо, потому что официальный дистрибьютор, официальный представитель бренда, это посредник между заводом и конечным потребителем. Это очень важный момент. Техническая поддержка, поддержка информационная, всяческие там рекламации и так далее, все это воспринималось, передавалось, передаточное звено через дистрибьютора дилера официального. То, что их нет, это хреново, параллельный ВОЗ это плакать о двух концах, с одной стороны мы получаем продукт, с другой стороны больше контрафакта приходит, и с другой, с третьей стороны это еще и отсутствие обратной связи напрямую с заводом, то есть есть какая-то ответственность каких-то людей, каких-то, кто возит, но это не завод, это не официальные представители, поэтому с этим все сложнее гораздо. Ситуация печальная, ничего хорошего вообще там нет абсолютно, так что так вот. Что касается того, что вам говорят, и то, что есть на самом деле, это две разные вещи, надеюсь, что если вы человек разумный, если вы понимаете ситуацию, вам это не нужно объяснять, но те люди, которые до сих пор думают о том, что официальные представители европейские и европейских и американских компаний в России остались официально и обо всем, и говорят об этом открытую в СМИ и везде у себя там в Европе и США, ну это люди тупые, это реально тупые люди, такие комментарии, как правило, я вообще редко удаляю комментарии, в принципе, с канала, такие комментарии удаляю, потому что у нас, как в России, знаете, там слышишь звон и не знаешь, где он, то есть чем больше таких комментариев на виду, тем больше это еще обсуждается и люди больше об этом думают, люди читают, как бы воспринимают, да и потом сами начинают это в голове себя держать и потом говорят, а вот этот же официальный дистрибьютор же остался у нас там. Вот, поэтому так вот, такая ситуация, она, надеюсь, для всех понятно, нет официальных дистрибьюторов, дилеров по европейским сейчас брендам хорошим, крупным, большим в России, официальных представителей нет, есть представители официальные по каким-то, не буду говорить ретиратство слово, брендам, которые остались псевдо-европейские, псевдо-американские, вот такие представители, они, возможно, есть, и возможно даже, не исключая этого, они являются официальными, вот, но мне от этого ни холодно, ни жарко, надеюсь, что и вам тоже, потому что такие бренды я и раньше не желаловал. Что касается Азии, с Азии все, ну, не сказал бы, что проще с Азии все, потому что с Азии нифига не просто все сейчас, как бы это ни казалось, и опять же, дистрибьюторы, представители по азиатским брендам всем, все поголовно, все, все говорят, все об этом делают акцент на том, что все нормально абсолютно, что все четко, никаких проблем нету с Кореей, Сингапуром, Вьетнамом, Кабоджи, все четко, все нормально абсолютно работаем, на самом деле это вообще не так, и там все сложно очень, но это гораздо проще и радужнее выглядит, чем Европа и чем Америка, конечно. Вот, азиатские бренды, да, до сих пор они заняли такую нейтральную позицию, они, в общем-то, не ушли из России, и они являются официальными поставщиками в России продукции, и в том числе и японские бренды некоторые, и азиатские бренды, и корейские, и вьетнамские бренды, но сингапурские бренды, но они в то же время самые, они какую-то вот такую позицию занимают, об этом не афишируют особо, и об этом никому особо не рассказывают, и ситуация находится в подвешенном состоянии, реально, на самом деле, но об этом, конечно, вам никто не расскажет, из менеджеров, из директората даже этих компаний, которые импортируют в Россию продукцию, потому что, ну, это равносильно тому, что признать, типа, что все плохо, типа, и все, можете от бренда отказаться, представляете, занимаетесь азиатским брендом, да, и рассказываете всем, что, ой, как все хреново, да, непонятно, что там будет дальше, блин, может и не будем возить этот бренд, вот представляете, да, такая ситуация, все, у вас люди сразу начинают там, уть, помаленьку падать, продажи по вашему бренду, такие вещи никто не расскажет, это, ну, такая, получается, такая вот, такая ситуация, да, вот никто не расскажет такие вещи в реальности, поэтому с этим, надеюсь, все закончили, комментарии такие, что вы говорите о том, что официальные представители европейских и американских брендов ушли из России, они мне говорят, что они не ушли, я вот удаляю сразу, реально, и со второго раза заблокирую человека, потому что, ну, если ты тупой, то тебе лучше, как бы, где-то на других каналах побывать. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики, всем пока.